МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». От умного дома до умного города. Казалось бы, всего один шаг, но нет. Впервые серьезно о концепции смарт-сити и умный город заговорили еще в 90-х, когда поняли, что будущее – это развитие в соавторстве с IT-технологиями. Интересно, что тогда, в первую очередь, смарт-сити рассматривали как возможность защитить окружающую среду от пагубного влияния человека. Понятно, что сначала идеи нужно было популяризировать, чтобы заинтересовать государство, инвесторов и обычных граждан, так как технологии были еще слишком несовершенны. Прошло 20 лет, и сегодня смарт-сити – это реальность. Итак, что такое умный город? Это город умных людей или город, который умнеет? Поговорим с гостями нашей программы. У нас в студии руководитель смарт-сити-лаборатории при правительстве Москвы Эльдар Туз-Мухаммедов, а также Семен Берзой, координатор проекта «Бизнес-развитие Зеленый город» и кишиневский муниципальный советник от партии социалистов Никита Цуркан. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, хотелось бы сказать следующее. Вот, готовясь к нашей с вами встрече, я почитал, ну, как в том анекдоте, знаете, восьмиклассник сегодняшний, знаю трех писателей – Толстой, Чехов и Гугл. Ну, я обратился к Гуглу. Итак, «Умный город». Вот какие примеры? Какие примеры реальности? Ну, в Китае, Инчуань, примечательны тем, что единственный город в мире, где фактически не нужно иметь денег при входе в транспортные средства, в магазины, и везде считывается лицо человека, таким образом идентифицируется и происходит оплата. В Японии открылся «Умный город» Фудзисава, где во всех домах используется только солнечная энергия. Ничего другого, ни уголь, ни углеводороды другого характера. В 2006 году в Арабских Эмиратах при городе Абу-Даби Масдаре запустили систему беспилотного электрического транспорта, то есть на электроэнергии и неуправляемый человеком. Можно продолжать этот список. Вот в Европе рулит Барселона, я так понимаю, по внедрению смарт-технологий. Столица России стремительно движется по пути внедрения высоких технологий в улучшение транспортной инфраструктуры, управлением городом. Ильдар, поэтому вопрос к вам первому. Вот это увлечение Москвы, это дань моде или, в общем-то, назревшее решение? И в чем состоит главная задача Smart City лаборатории, в которой вы возглавляете? Ну, это не модное увлечение. На самом деле, так масштабно все заговорили про тему Smart City на самом деле в последние несколько лет. Мы начали нашу программу в 2010 году. Если бы тогда уже было так модно... То есть уже 8 лет над этим работать? Уже 8 лет у нас, да, программа. Просто если бы, наверное, тогда было бы так много хайпа вокруг термина «Умный город», то мы бы назвали нашу программу «Москва.Умный город». Она называлась по-простому и до сих пор она реализуется. Вот в этом году заканчивается, называется «Информационный город». Собственно, именно с этого момента мы начали активно заниматься внедрением технологий в городскую жизнь. В нашем понимании, концепционный город — это использование технологий для достижения там нескольких базовых задач. Первая задача — это оптимизация расходов, чтобы деньги тратились эффективно, точечно, корректно. Второе — это повышение и предоставление максимально качественных сервисов горожанам, потому что нам приходится конкурировать, все мы пользуемся Facebook. Все мы пользуемся сервисами Google. И когда пользователь, например, хочет горожан получить госуслугу какую-то, он отжидает от тебя такого же качества, какого он привык там видеть, пользуясь там, не знаю, Facebook. Поэтому здесь мы находимся как сервис такой интересной конкуренции. И третье — это безопасность. Это безопасная, некая комфортная, экологичная, приятная среда для жизни. И, собственно, вот отличие концепции «Умный город» от любых других — это то, что именно при помощи технологий все эти задачи решаются. — Ну, тогда следующий вопрос. А что удалось уже за эти 8 лет применить? — За… ну, первое, наверное, наиболее наглядный показатель, наверное, где-то в 2011 году, для того, чтобы получить какую-то благоустройственную услугу, неважно это, узнать о своих штрафах и заплатить за них, записать ребенка в школу, записаться к врачу. Вам нужно было всегда очно идти в какие-то учреждения. А если, например, записать ребенка в школу, пойти в одно место, взять одну бумажку, потом с этой бумажкой прийти в другое место, получить печать, пойти в третью с двумя бумажками, с ребенком прийти в школу, оставить очередь, да. — Вам это знакомо, к сожалению. — Вот. То сейчас у нас более 200 услуг предоставляются в электронном виде. То есть вот за где-то 7 лет увеличилось там, ну, считайте, там 50 раз количество услуг. Соответственно, теперь можно при помощи мобильного приложения либо при помощи интернет-сайта действительно записать ребенка в школу, посмотреть, какие сейчас текущие загрузки в центрах предоставления госуслуг и выбрать там, где наименьшая очередь в реальном времени, не знаю, записаться к врачу, посмотреть дневник ребенка своего на компьютере у нас с этого года уже отсутствует как категория. — То есть уже не подотрешь только, не превратишь в десятку или там. — Да, дети, московские дети нас из департамента информационной технологии просто ненавидят, потому что мы действительно сделали сервис, когда учитель ставит оценку, и родитель тут же в приложении видит, ага, получил двойку. И, соответственно, ждет уже своего ребенка с наказанием, ну или если пятерка, соответственно, с пряником, там, с подарком, с каким-то. — Интересно, мы продолжим дальше интересоваться московскими инновациями. Но вот, Семен, вопрос вам. Вы руководите проектом под названием «Зеленый город». А насколько это близко к тому, что, в общем-то, называется «умный город»? Я понимаю, «зеленый город» — экология, а «умный город» — гораздо более шире или менее шире? — Да, даже у нас вчера, когда мы первый раз с Ильдаром встретились, общались на эту тему, что у нас чуть-чуть по-другому, у нас не смарт, у нас грин, то есть «зеленый город», и «зеленый город» подразумевает не только смарт, умные технологии, но все-таки сделать так, чтобы, и опять же, «зеленый город» — это не деревья, все такое, но чтобы он был… — Наши власти так и поняли, что это не деревья. — Чтобы он приятный, потому что, если мы смотрим, опять же, мы обсуждаем велодорожки, публичный транспорт, потому что во всем мире публичный транспорт — это более выгодные средства передвижения с точки А в точки Б, то есть мы хотим данным проектом доказать и показать, что мы должны чуть-чуть поменять точку видения, да, то есть… — Нервоззрение, практически. — Нервоззрение, потому что… — Неблагодарная задача, мне кажется. — До сих пор улица, она как для транспорта, для машин, хотя во всем мире улица подразумевает себя и пешеходов, и велопроезды, и все такое, то есть мы в нашем проекте хотим продемонстрировать или пилотировать несколько проектов, дабы показать и кишиневцам, и не только, и нашим донорам, что надо внедрять, надо финансировать в такие проекты, которые будут привлекательны с точки зрения финансов, потому что, если мы посмотрим, есть так называемый концепт ЭСКО, где компании вкладывают свои деньги для снижения потребления, энергоэффективности, то, что дает прибыль автоматически, и, то есть, смарт — это и финансово еще и выгодно, то есть и наш проект, который на протяжении пяти лет будет внедряться, то есть есть две составляющие, создать, во-первых, лабораторию в рамках премарии, мы так думаем, и второе — это уже внедрение реальных проектов и демонстрационные. Я согласен с вами, что, например, горожане — это практически главный двигатель, локомотив того, что называется ВВП страны, потому что, смотрите, экономика концентрируется сегодня в мегаполисах, люди, которые оплачивают услуги инфраструктурного характера, услуги, которые предоставляют государство своим гражданам, как раз они этими платежами формируют ВВП, по, если не ошибаюсь, по оценке ООН, в 2025 году 80% населения планеты будет жить в городах и тем самым будет расформировать мировой ВВП. То есть, и вот тогда в продолжении всего этого, Никита, вам вопрос, что в муниципальном совете удалось уже сделать, хотя бы как-то компонентно развить какие-то, ну не знаю, какие-то действительно компоненты умного города? Что удалось предложить муниципальными советниками для того, чтобы осовременить наш Кишинев, который так движется в Европу, но каким-то азиатским способом? Ну, я думаю сейчас говорить о том, что куда мы движемся, на запад, на восток, это надо с этим уже прекращать, было лет, наверное, 5 или а то и 10 назад, потому что надо делать все для того, чтобы Кишинев в принципе куда-то двигался. Сейчас он скатывается и очень стремительно он скатывается в пропасть, и, к сожалению, все проекты, были очень много попыток на самом деле делать, ну это я согласен с предыдущими, с коллегами, которые говорили о том, что сейчас очень модно говорить слово смарт, сейчас все конференции, которые проводятся, это все связано со смарт-сити, хотя, если так посмотреть, то к смарт-сити там очень так посредственное отношение конференции имеют. Сейчас это модно, как в свое время было очень модно говорить о искусственном интеллекте и во всем видеть искусственный интеллект, сейчас можно говорить про умные города. У нас было очень много на самом деле, очень крутых проектов, которые приходили, и даже люди приходили со стороны, которые предлагали, к примеру, если говорить о концепции умных городов, они предлагали делать велосипедные, и дорожки, и дорожки для людей, которые бегают, занимаются скандинавской ходьбой и так далее, то есть спортсмены, делать специальные дорожки, которые будут фосфорицированы, так это вроде правильно на русском языке, и они помогают людям ориентироваться в вечернее время, куда идти. Это был проект просто с гражданского общества, люди пришли и говорили, не надо ничего платить, мы сделаем это все сами, дайте нам разрешение, как городские власти, как исполнительные власти, как мэрии. Определите места для этих дорожек. Определите места, мы все подготовим, план у нас есть, мы все сделали, просто дайте это сделать. Это не дали сделать, потому что столкнулись с бюрократической машиной, огромной которой у нас, в этом огромная проблема. Я рассказывал уже очень много раз по поводу вот этой вот, скажем так, пирамиды. Во всем, во всех нормальных городах, столицах я об этом, во главе вот этой пирамиды стоит всегда пешеход. Пешеход – это самое главное, что есть в городе. Весь город должен крутиться вокруг пешехода, потому что тебе должно приятно выйти из дома, тебе должно быть приятно дойти до транспорта, транспорт тебя должен встречать приятно, довозить быстро, без пробок, комфортно, и вовремя, что самое главное. И ты должен себя чувствовать комфортно. Захотел погулять, ты вышел погулять. Ты не встречаешься с тем, что у тебя везде натыкано машины, где паркуется, где можно и нельзя. Ты не встречаешься с проблемами, что ты должен садиться в автобус или троллейбус, который возил еще лично Брежнева. То есть есть огромное количество проблем, которые нужно решать. И они, к сожалению, не хотят решаться, потому что люди боятся чего-то нового. Мы как будто, мне иногда кажется, что мы живем в Средневековье, к сожалению. Потому что люди, когда слышат, вот я очень много говорю про электронный билет, но когда люди слышат электронный билет, они уже начинают шарахаться немного. Потому что сразу возникает вопрос, а как я теперь буду платить? Сколько мне удобно. И в этот момент меня всегда очень радует реакция людей, которые там, 30-летних, которые говорят о том, что а как же, как же старики, как они будут пользоваться? Очень приятно, что именно в этот момент вы вспоминаете о том, как старшее поколение будет пользоваться. Для них это будет вообще все отлично. Ну, то есть не об этом. У нас есть куча проектов, которые надо, чем быстрее, тем лучше. Я говорю, я начинаю от электронного билета, заканчивая тендером электронным, заканчивая принципом единого электронного окна, который уже давно в премарии. Проект прошел. Я вам расскажу больше. У нас есть электронное голосование. Проект два года назад прошел в премарии. Установили все. Осталось поставить даже телевизор специально, чтобы видеть, кто как голосует. Но невыгодно. Люди не хотят делать, кричат о транспарентности. В то же самое время они к этой транспарентности и прозрачности сами не готовы. Вот в тот момент, пока мы сами не будем готовы к тому, чтобы что-то менять в городе, к тому, чтобы говорить и не бояться, тут нужна на самом деле большая политическая воля. Руководство, в первую очередь, мэрии. Тяжело выйти и сказать, например, не знаю, с сегодняшнего дня все маршрутки я отменяю. Потому что люди будут недовольны. А пока ты не будешь готов на… Ну, а сколько будет безработный? Ну, это я привел пример. То есть это такое какое-то кардинального характера. Но надо быть готовым к таким решениям, которые в будущем сыграют намного… То есть это перспектива огромная. А если мы будем топтаться вот так вот, продолжать передавать друг другу билетики и парковаться в парках, заезжая на газоны, и рассказывать друг другу про урбанистику на круглых столах, ничего от этого не выйдет. Это мы посидим, поговорим и разойдемся. Это я очень мягко сейчас сказал. Да, я понимаю. Я вот поймался на мысли, что даже внедрение системы электронный билет поможет старикам. Потому что ведь, смотрите, финансовый поток берется под контроль. И фактически учет этих средств, которые поступают за оплату общественного транспорта, оно будет настолько контролируемо. И мне кажется, увеличено в разы, потому что мы сегодня теряем из-за вот этой неучтенки финансовые средства. Так вот эта прибыль дает возможность старикам вообще бесплатно ездить. Мне кажется, в таком… Даже знаете, мне вспоминается вот про банковские карточки. Помните, когда они вошли в обиход? Все боялись. Те боялись, а сейчас… Абсолютно, да. Данность. И теперь уже боимся, как бы деньги электронные не потерять. Нет, на самом деле, если мы говорим вообще о технологии транспорта, то есть мы должны, опять же, не играя в геополитику. Есть огромное количество примеров, как на Западе, так и на Востоке. Но для меня, на самом деле, модель, которую сейчас простроила Москва, и сейчас уже не только Москва, Москва-Питер соединилась в одну систему с карточкой «тройка», как она называется, это я уже не припомню как. То есть человек, если… Думаешь, без рекламы? Не, ну, я говорю о том, что ты можешь ездить на автобусах, на троллейбусах, на трамвае, на метро, передвигаешься, теперь еще и в область можно выезжать, а теперь еще и в другой город. То есть масштабируемость раздела человеку проще. Государство и город думают о тебе, как о человеке. А человека, который приносишь, ты приносишь деньги в этот город, работая, оплатя налоги, ты содержишь этот город, и для тебя город делает все, чтобы ты в этом городе смог себя нормально чувствовать. То же самое, не знаю, Прага та же, ну, то есть примеров куча. Ну, кстати, о Праге. Я там два года поработал, и я хочу сказать, что это было как раз вот до Миллениума, и Миллениум встретил, и приезжая сюда домой, я видел эту разницу, то есть как комфортно было бы, как было в гостях, как бы, независимо от того, что я там работал, и как некомфортно у себя на родине. Действительно, можно купить билет и использовать три вида транспорта. В общем, сведены до минимума стояния в очередях. Вот эта система, когда очередь электронную, ну, получаешь там номерок, смотришь, кто стоит в очередь, 82-й человек, а у тебя там 328, то у тебя есть время там пойти куда-то в другое учреждение, или просто посидеть в кафе. У нас это появилось, не знаю, где-то в 8-9 году, спустя 20 лет, то есть я говорю о том отрезке отставания, даже вот в это, в решении вот этой вот проблемы очереди. И сегодня, можете себе представить, я вот говорю, что готовясь к нашей с вами встрече, я вдруг вот со злостью, скрежетом читаю у писателя Google про этот китайский город, где все вообще считывается по лицу. Ты заходишь в супермаркет, выносишь авоську с продуктами, а уже все оплачено, значит, без всякого кассира. И это действительно умный город, и насколько комфортно жить в этом японском городе. Я, кстати, здесь добавлю, что на самом деле и пример Барселоны, и пример вот китайского Инчуани, это как бы больше так руку на сердце. Положа очень много в этом пиара, очень много промо. И это больше такое, то, что у нас в России, то, что у нас в России, называется Потемкинская деревня, когда там для целей туристов, для целей рекламы, вот, значит, строят такую красивую коробочку, красивую упаковку, очень технологичную. Сколько вы. Да. Но к реальности пока это, к счастью или к сожалению, имеет мало отношения. Я не буду возражать, я только отмечу следующее. За два года в Китае произведено было бетона ровно столько, сколько в США за сто лет. Вот задумайтесь. А вы знаете, какие небоскребы в США до сих пор стоят. Там за два года произвели столько бетона. Поэтому даже такая красивая открытка по силам именно вот этой стране. Это правда. Это правда. Ну вот, Эльдар, вам вопрос. Умный город – это новая жизнь городской инфраструктуры или шаг может быть к какому-то новому этапу развития города? Продолжая тему коллегии, я хотел сказать, что это в первую очередь управленческое решение. Вот тут вопрос не куда идем, а с чего начать. Особенно в контексте того, что ты рассказывал про Кишинев. Что как раз в 2011 году, когда был избран в Москве новый мэр Сергей Семенович Собянин, вот у него один из его фокусов было, что город нужно брать под контроль. И как раз делать это при помощи информационных технологий. Потому что постоянно в 2011 год было абсолютно непонятно ни действительно сколько денег оборачивается в сфере общественного транспорта, ни сколько в городе учителей, ни сколько в городе учеников. На что тратятся деньги школами? То есть это была вот абсолютно... Куда уходят деньги соревнованных учащихся? Это была немножко хаотичная история, когда есть какие-то бумажные отчеты вроде по документам, по бухгалтерии все сходится, но реально точно в граммох контроля за тем, что же происходит в городе, не было. И то, что мы имеем сейчас, это действительно гораздо более прозрачная, гораздо более понятная система. Построена благодаря данным. Благодаря систематизации. Благодаря реестрам. И действительно, управленческий аппарат имеет возможность смотреть и контролировать, что же реально происходит в городе. Куда тратятся деньги и так далее. И здесь надо сказать, что сильно нужна политическая воля, для того чтобы чтобы мэру или депутатам собраться все-таки вместе во имя вот этой цели приведения города в порядок, договориться и всем согласовать, что да, окей, мы идем в этом направлении, и мы там идем. Это первый момент. И второй момент, потому что очень часто действительно решения бывают непопулярными. И здесь надо понимать, что власть создана не для того, чтобы только-только угодить абсолютно всему электорату и угодить абсолютно всем. Надо понимать, что иногда власть должна брать на себя ответственность и принимать в моменте непопулярное решение, как, например, в Москве была история с парковками, когда начали повсеместно в городе водиться платные парковки. Народ негодовал, автомобилисты негодовали. Прошло 3-4 года, все к этому привыкли, пересели на общественный транспорт, мы стали внедрять каршеринг, мы сделали велодорожки, и просто изменилась модель поведения. Вплоть до того, что сейчас в рамках программы реконструкции центра города, в то время как многие города расширяют дорожное полотно, мы, наоборот, его в центре города сузили, но скорость движения при этом выросла на 10%, потому что и автомобилей становится меньше, и мы убираем какие-то узкие бутылочные горлышки, где образуются пробки, то есть выравниваем в целом картины по городу. И сейчас люди приняли это и понимают это. Поэтому здесь важно брать на себя ответственность, в том числе за непопулярные вещи, когда ты точно уверен, потому что в долгосрочной перспективе городу и обществу в целом это принесет пользу. Пусть в моменте будет небольшой пикет или демонстрация. Вопрос, опять же, к вам, не столько, наверное, касающийся высоких технологий, но вот сколько времени уходит на пробивание, вот родилась идея, приняли решение, то есть предлагаете городу решение узловой какой-то проблемы, и сколько времени уходит на пробивание, так сказать, или на понимание муниципалами вот этой ситуации, что надо ее решить вот именно таким образом, который предлагают айтишники в вашем лице? Это сильно зависит от проекта. Если мы говорим про, не знаю, историю с внедрением 160 тысяч камер видеонаблюдения, которые сейчас есть в Москве, понятно, что это занимает, и развернуть такую систему занимает годы, и убедить и полицию пользоваться этой системой, которая, безусловно, помогает в расследовании преступлений, снижает преступность, и внедрить системы, когда, например, мы при помощи камеры видеонаблюдения можем мониторить качество уборки улиц и штрафовать тех подрядчиков, которые улицу не убирают. Возможно, не знаю про это ничего. Соответственно, действительно, это занимает много времени. Если мы говорим про какие-то быстрые оперативные вещи, запуск какого-то нового мобильного приложения или чего-то, то при наличии желания мэра, при наличии поддержки на местах, это может занимать 2-3 месяца. Я, например, занимался в 2014 году проектом запуска, у нас есть такое приложение и сайт «Активный гражданин». Это платформа, на которой мы выносим неполитические вопросы на голосование горожан. Ну, условно, как назвать новую станцию метро, оценить качество работы врачей в поликлинике, выбрать, какой вид деревьев сажать в парке. Ну, такие вот, то, что действительно, то, с чем люди каждый день соприкасаются, то, что им важно. Мы этот проект запустили, мне кажется, месяца за два. Вот после того, как было принято решение аппарата мэра, что давайте попробуем такую историю, и до момента, когда руководители города озвучили и презентовали, там, первые, открыли первое голосование в приложении на сайте, прошло 2-3 месяца. То есть это очень-очень-очень-очень быстрый процесс запуска. Ну, уже я хороший педагог, знаете, по порядку, по журналу. Вот давайте к вам, Семен. Что бы хотелось бы вам, как жителю города, прежде всего, какие изменения хотелось бы увидеть в свете умнения нашей молдавской столицы? Вы знаете, я бы хотел еще поблагодарить Ильдара, потому что вот тот опыт, который в Москве наработан за эти 8 лет почти, то есть открывает нам определенное видение, что надо и что не надо делать. Такой большой город, как Москва, с такими большими бюджетными средствами, но они поняли, что есть определенные направления, где лучше не соваться туда. Даже вот те камеры. То есть они покупают сервис, не сами камеры, потому что они понимают, что во время это очень много стоит обслуживание камеры, ремонт перевесить. То есть мы тоже должны понять, что есть на рынке определенные компании, которые есть определенный опыт наработки, которые они могут прийти со своим продуктом. Они могут протестировать даже вот в Албаюлии, в Румынии были. Недавно там нам говорили, что вот на определенные, чтобы выбрать правильное освещение, они дали определенные улицы разным компаниям, которые за свои деньги они построили. И в течение двух лет мэрия смотрела, как себя ведет. Определялась, да. И в конце уже выбирала лучшие из них. То есть у нас мы должны понимать, что мы не специалисты во всем. То есть пускай специалисты занимаются своим делом, мы только им должны помогать. И поэтому мы хотим, чтобы эта лаборатория Green City Lab была таким пунктом связывающим, где доноры, где активисты, где проекты, они встречаются вместе. И мы даем вот этот окончательный продукт, потому что это большой объем аналитики там ведется, разные предложения по внедрению проекта. То есть мы хотим вот именно вот этот опыт перенять и как бы показать, что муниципий может не только внедрять проект во благо, но и помимо этого еще и опять же и зарабатывать, потому что это и рынок, это и конъюнктура. В идеале есть еще возможность генерировать нечто новое, потому что каждый муниципий не похож на друга. Есть свои какие-то нюансы развития, черты национального характера, черты городского ландшафта. Есть совершенно разное зонирование промышленных предприятий, торговых. И только один пример еще хочу сказать, потому что мы сегодня видели машину, не скажем, какой марки, на 100% электрика. Недавно горела в США такая машина. Да, у нас реально нет инфраструктуры в Кишиневе. Одна заправка в Кишиневе. Одна заправка. То есть как мы можем развивать идею электрического вида транспорта, если у нас нет инфраструктуры? То есть оно все взаимосвязано. И в данном проекте, вот, Грин-Сити, мы реально хотим пилотировать, сделать пару вот таких заправочных станций и увидеть, как это все. Потому что на данный момент у нас в Кишиневе 64-65 электромобилей. Я уверен, что она в разы вырастет, если уже появится. Ну, кишиневцы в этом смысле легкие люди. Нелегко отзываются на какие-то инновации, связанные с этими высокотехнологичными вещами. Мы легко впитываем, смотрите, у нас самый быстрый интернет. Мы легко учимся пользоваться новыми девайсами. Тем не менее, ведь, смотрите, Кишинев никак не назовешь городом современного уровня развития. Мы всегда как-то волочимся где-то в хвосте. Но, тем не менее, вот в этой студии не так давно мы говорили о том, что, например, хороший достаточно проект был реализован в муниципе. Это проект биржи малых закупок запущен был. Вот, Никита, если можно еще раз поподробнее о нем, если помните. Этот вот как раз проект, это говорили по поводу, Эльдар сказал по поводу того, что есть проекты, которые долгосрочные, и их надо долго запускать, там система должна масштабируемая быть, не надо допускать на старте этих всяких там ошибок, потому что они могут вылезти чуть подальше. Вот проект с электронными закупками, он на самом деле очень, на мой взгляд, я думаю, что это один из самых быстрых проектов, которые нам удалось объяснить всему совету, что это действительно, что это нужно, и объяснить, и показать на пальцах просто, что вот заходит тендер, вот нам нужно объявить тендер, вот есть 5-6 компаний. Не обязательно брать самое дешевое, потому что, как показывает практика, потом дешевые выстреливают так, что ты переплачешь в 2, а то и в 3 раза. Вы выбирайте, и люди видят, что вы выбираете, и вы экономите на этом всем. И я вот делился с коллегами информацией, что прошло, по-моему, 3 тендера, 3 было, и там экономия, ну, порядка, подсчитали в процентах, там порядка 30-40 процентов. То есть это в денежном эквиваленте, это ощутимые деньги для муниципия. И ничего не сделано, такого архи какого-то там важного решения, что прям жизнь кишиневцев изменится. Нет, это обычный технический момент, когда просто переходят из поля бумажного закупки, госзакупки, они переходят в поле какое-то более, на мой взгляд, защищенное, потому что люди, когда много людей видят, тяжелее поделать. Вот это основное свойство блокчейна, есть такая технология, потому что тяжело что-то поделать, потому что у многих людей есть ключи, грубо говоря. И такие проекты нужно, на мой взгляд, разбивать, потому что не обязательно приходить и говорить, все, друзья, с сегодняшнего дня в примарии будет свет включаться по хлопку. Нет, потому что это не нужно. Это глупо тратить на это деньги, когда у тебя есть другие проблемы, когда у тебя непонятно, как ходит транспорт, когда у тебя до сих пор, слава богу, уже мы в 2018 году, и у нас есть троллейбусы, автобусы, у нас есть маршрутные такси, и у нас нет приложения. Мы не можем посмотреть, как ходит маршрут. Я не знаю, я муниципальный советник, я вам не скажу на сегодняшний день, до скольки ходит каждый троллейбус. Вот я не знаю, потому что он может по расписанию идти в 22 или в 3, 23, 30, но стопроцентную гарантию, что он пройдет там в 23, 30, вам не даст никто. И это происходит все от того, что нет контроля, а то, что за людьми не следят, потому что у нас на протяжении, мы потеряли очень важное, и мы выпали из этого, это, знаете, принцип беговой дорожки. Вот ты должен, когда идешь, ты потихонечку увеличиваешь скорость, и тебе становится комфортно то, что ты идешь сначала там 2 километра, 4, 6, 8, ты идешь, ты не чувствуешь напряжения, ты не должен бегать сразу же, резко начинать бежать. Вот то, что сейчас происходит с Кишиневым. Вот мы, вот эти вот ступеньки все, развитие скорости, мы стояли где-то рядом и курили, а когда все уже бегут со скоростью 12-15 километров в час, мы еще на двух, и нам для того, чтобы догнать, сейчас мы, я почему говорю о непопулярных решениях, сейчас нынешнему избранному мэру нужно будет принимать непопулярные решения, и это будет для него очень важная проверка, сможет ли он принимать непопулярные решения, потому что для города это очень важно. И те люди, которые, смарт-сити, ну то есть я всегда, у меня вызывает как минимум улыбку, как максимум смех, когда люди начинают говорить о смарт-сити, только обсуждая высокие технологии. Это не только высокие технологии, в первую очередь, на мой взгляд, смарт-сити это менталитет, ты меняешь менталитет и мировоззрение людей, ты их приучаешь на примере Москвы, ты их приучаешь к тому, что человек может оставить здесь машину, заплатить за парковку, она будет под камерами, ничего не произойдет, ты нормально, ты заплатишь. Тебя приучают к тому, что не надо, не всегда обязательно на машине заезжать в центр и подъезжать прямо к зданию, куда тебе надо пойти. Ты можешь ее где-то оставить и доехать на общественном транспорте, тебе будет комфортно, тебя приучают к тому, что ты должен ходить в городе больше. Кроме это на тренажерах. Ну то есть все вот такие, это меняет полностью твое мировосприятие, о том, как вспомните, когда у нас отменили маршрутки, что происходило в городе. Это была катастрофа, теперь человек же не может, у людей как это, я выйду со своего подъезда и меня от подъезда не довезут до работы. Ничего, прошло 3-4 года, и люди что, люди привыкли, пересели на автобусы, на троллейбусы, теперь они ходят и ездят, кто-то на машинах, кто-то на общественном транспорте, и это нормально. И машину надо, надо с дорогами нашими что-то делать, надо транспортную карту менять, потому что у нас огромные проблемы с транспортом. Только про транспорт можно посвятить, не знаю, говорить 6-7 часов беспрерывно, возможно. Логистика движения или направления транспортных потоков всегда вызывает удивление последние 20 лет. Я помню далекую свою юность, когда нас студентов выводили на улицы и предлагали, просили или поручали, кому как, стоять на остановке, фиксировать, во сколько пришел троллейбус, сколько он выгрузил пассажиров, сколько загрузил пассажиров. Мы эту статистику отдавали куда-то там в городское управление. Сейчас это читается. И это дальше, ну это были такие смарт-технологии советского времени. Вот. И роботов тогда еще не было. Или были, но мы не знали, что мы роботы. Я к чему все это говорю? Что ввела статистика для того, чтобы упорядочить работу общественного транспорта. Сегодня она как по старинке. Ну ходил там 22-й троллейбус, ну пусть и дальше ходит. Но нужен ли в виде гармошки или может быть какого-то одного рядного троллейбуса? Никто не дает ответа, потому что не изучает глубоко ситуацию. Вот в Москве занимались изучением транспортной логистики, общественного транспорта. Одна из тех практик, которые мы постоянно внедряем, и то, что мы постоянно делаем, мы на регулярной основе. Город получает от операторов мобильной связи самый простой способ узнать о том, как передвигаются люди в городе. Потому что все сим-карты передают сигнал. И, например, даже если вы пользуетесь, не знаю, есть ли здесь в Кишиневе такие сервисы, как Google пробки или Яндекс пробки. На самом деле все эти сервисы, они определяют пробки. Просто они считывают количество сим-карт. Если много сим-карт вместе и движутся медленно, то это пробка. Если мало сим-карт, они летят за скоростью 60 км в час, значит там зеленые все свободы. Вот точно так же мы приобретаем у мобильных операторов связи диперсонифицированность. Мы не знаем, что это за фамилия человека, номер этого абонента. Это просто картинку города, как передвигаются люди по городу. Используем эти данные как для планирования транспортных потоков, так и для градостроительных целей, для оценки общей ситуации, для оценки эффекта. Например, мы провели программу «Моя улица», где увеличили объем, я говорил, сделали уже улицы для проезжей части, расширили пешеходные зоны. И можем оценивать эффекты вот этих внедрений в реальном времени, смотреть, увеличилось ли количество пешеходов, уменьшилось ли при помощи просто вот данных мобильных операторов. Ну и мы практически на подступе. Те же высокие технологии доступны и нам. Вот не используется почему-то. Тут я вам скажу продолжение транспорта просто для того, чтобы была полная картинка. У нас до определенного времени, даже я вам скажу, наверное, до прошлого года, светофоры все в Кишиневе переключались одновременно. Вот если зеленый свет, то идешь по зеленому потоку. Он с периодичностью, там, с запозданием 3-4 секунды, и он переключается дальше. Ты попал в зеленую волну. Вот это самая большая глупость, извините, которая только может быть. Ты не можешь в городе, который столица, переключать рубильником все светофоры, потому что ты так не регулируешь транспорт. У тебя где-то есть маленькая улочка, где ты стоишь, и ты там стоишь, например, 60-90 секунд, и чего-то ждешь, хотя ты мог проехать. И это все приводится к тому, о том, что уже сказал Эльдар, что данные аналитические у нас никто не собирает, потому что не знаю, потому что не хочет, потому что не нужно, потому что сложно. А на самом деле это все очень просто. Нанимается компания, это же не люди, не муниципальные советники, не исполнительная власть, не лично мэр. Это они этим не занимаются. И приходит компания, которой ты берешь и поручаешь, и говоришь, мне нужна вот каждый день выгрузка всей информации, которая меня интересует. И они все это делают. И стоит это не так дорого, как мы можем себе там представить. И перебил. Нет, нет, я хотел перебить, я просто про светофоры вспомнил, что однажды вы были на конференции в каком-то небольшом, тоже по умным технологии, но было интересно посмотреть в Индии. Очень активно развивается тема Smart City. Мы приехали в небольшой индийский город, и Индия, если кто был, или зрители, если не знают, там практически никогда не работают светофоры, там могут ходить коровы, которых нельзя трогать по улицам и так далее. Вот на конференции мы рассказали про нашу интеллектуальную транспортную систему, про какие-то другие решения, и начальник полиции, как из таких болливудских фильмов, значит, этого небольшого города, подходит, говорит, так накручивает все усы, говорит, знаете, мне так заинтересовала ваша интеллектуальная транспортная система, вот как бы нам такую же транспортную систему, чтобы оптимизировать потоки, мы говорим, дядь, включи светофоры просто и коров убери с проезжей части. Либо, чтобы они не желтые все время мигали, вот и коровы переходят за дорогу, где попало, вот убери коров, включи светофоры, пусть у них будет красный, желтый, зеленый горят. И будет тебе вот самая интеллектуальная транспортная система в мире будет у тебя в городе. Это к вопросу о том, что не надо бежать впереди паровоза на самом деле и развиваться последовательно. К слову сказать, та же история с госзакупками или с электронным документооборотом, это были одни из первых вообще решений, которые в 2011 году мы внедрили. От этого все идет дальше. Потому что, когда, например, та же самая прозрачная система госзакупок, она позволяет тебе начать неожиданно совершенно, ты сказал там 30-40% на каждом контракте, и эти деньги, которые неожиданно в бюджете появляются, ты потом получаешь возможность направить и на проведение исследований, и на социальную сферу, и на внедрение каких-то системных технологий. Можно купить дроны, которые будут курьерами работать. Вот в этом, знаете, заказал несколько карандашей, там пачку бумаги, офис, прилетели. Судя по отчетам мэрии за последние три года, я думаю, там минимум дронами доставляли, потому что там какие-то колоссальные суммы. Ты смотришь, вроде закупают канцелярские принадлежности, но не может это столько стоить. Ну, там начинается, то есть дополнительное на дополнительное, а вот там еще вот доставили, а задержали, а за задержку еще, и сумма вот так вот растет, и закупается все только у одной компании. Ну, это все вот такая местечковость наша. Люди не хотят выходить за рамки, надо снимать коробку и начинать думать. И у нас еще есть одна большая проблема, на мой взгляд. Она просто вот, я с ней, по крайней мере, очень часто сталкиваюсь, когда люди не могут поверить в том, что они в чем-то не разбираются, они не могут себе это простить. Вот у нас же люди в муниципальном совете, это же самые красивые, прекрасные, умные люди вообще, в принципе, в этом городе. Вот умнее, красивее них вообще не существует. И так нельзя. Ты должен понимать, есть определенное количество людей, которые в муниципальном совете, наши советники, которые это понимают и они не лезут в какие-то темы. А есть же профессионалы во всем, здравоохранение, транспорт, электронные закупки, что надо, построить что-то, я знаю, как выкопать. Никита, вы красивые, а есть отдельные самые красивые. Ну, это, ну, то есть так нельзя. Вот когда в тот момент, когда люди поймут, что есть вещи, в которых они не особо разбираются и ничего постыдного в этом нет, что ты в чем-то не понимаешь каких-то вещей, как это функционирует, то лучше дать это кому-то другому, лучше сказать, например, я не знаю, управлению там, жилищно-коммунального хозяйства, что ну не знаем мы, как это делать. Ну, мы вот не знаем, мы не можем чинить дороги нормально. Вот давайте мы поедем поучимся или приобщите к нам человека, который нам объяснит, как строить дороги. Приезжали же в Москву люди, когда учили, грубо говоря, россиян строить дороги. Был проект, я читал про этот проект, я помню, позвали немцев, немцы рассказали, как строить дороги, но они построили дороги, но дороги одну зиму даже не пережили, потому что не те технологии, не тот, не то, надо делать. Если надо людей отправлять на учебу, то, что сделало правительство Москвы, то есть я об этом читал, это был факт, что отправляли на обучение людей, люди там собрались управлением, решили, как это делать, это мелочь, но люди поехали, поучились, вернулись обратно и применяют свои знания здесь. Так же и у нас, отправляйте людей учиться. Пусть люди наши, местные, учатся, пусть нам помогают, неважно откуда, неважно откуда это будет, с Россией или с Евросоюза, абсолютно неважно. Нам надо развивать город в первую очередь, нам надо для того, чтобы люди отсюда не уезжали, людям здесь некомфортно, в этом самая большая проблема. Это правда. Но у нас не так много времени осталось, поэтому вот вопрос такого рода. Житель города, ведь живет в ситуации, которая для чиновника, управляющего этого города, является вчерашним днем. Он вчера создал это все. Сегодняшний день чиновника, это тот, что вот если проводить такую вертикаль, наверное, то, что для вашей лаборатории день вчерашний. То есть вы предложили какое-то решение, он решил, то есть он позволил его, так сказать, имплантировать, применять и в данном случае уже осваивать. Тогда такой вопрос, на чем сегодня работает Smart City Laboratory в качестве идеи завтрашнего дня Москвы? Самая амбициозная идея, мы сейчас занимаемся разработкой стратегии развития Москвы до 2030 года. И самая главная идея, которая происходит через все разделы этой стратегии, это максимальное использование искусственного интеллекта. Для того, чтобы максимально автоматизировать работу городских служб и максимально снизить человеческие факторы. Потому что действительно пора признать, что какие-то отдельные рутинные вещи компьютеры, робот, машины делают лучше, чем человек. Потому что они не устают, потому что у них нет интереса что-то обмануть, где-то там что-то приписать или не дописать. День рождения на работе, они не уходят на обеденный перерыв. Они технично сидят и работают. Поэтому это основное, над чем мы работаем. Я могу привести несколько примеров, конкретно о чем идет речь. Например, мы работаем над системой преддоставки государственных услуг. Когда сейчас, даже при наличии многочисленных приложений и сервисов, все равно тебе надо зайти в приложение, сказать, что выбрать соответствующий раздел в меню, что я хочу записать ребенка в школу. Выбрать школу, нажать кнопочки и так далее. Мы работаем над системой. Окей, Google, как устроить? Да, то есть тут есть две истории. Первое, мы понимаем, что когда у тебя 200 государственных услуг, то самый лучший способ общаться с городом это чат. Когда ты просто пишешь, сколько я должен за штрафы? Или говоришь смартфону, сколько я должен за штрафы? Тебе показывают 500 рублей заплатить, нажимаешь заплатить, все готово. Это искусственный интеллект, первое применение. Второе применение, это непосредственно преддоставка, о чем идет речь. Например, ребенку исполняется 6 лет. Ты сегодня рассказывал тебе об этом. Ребенку исполняется 6 лет. Система понимает по всем реестрам, что вот есть родители, вот его электронный адрес, вот ребенок, у него день рождения, ему исполнилось 6 лет, ему пора в школу идти. Система автоматически отправляет письмо на почту. То есть напоминание, родители не забудьте. Поздравляем тебя с рождением 6-летнего ребенка, через годик пора в школу. Вот смотри, адрес номер 1, школа английская, вот адрес номер 2 рядом с домом, школа математическая, вот 3 там творческая школа. Нажми кнопку, ребенок записан в школу. А отслеживая деятельность ребенка, мы рекомендуем отдать в немецкой бюджетной школе. И это тоже. То есть идея в том, чтобы даже горожанин не задумывался о том, что у него есть какая-то потребность, возникает, а город автоматически ему это предлагает сделать. Сейчас, знаете, тотально сейчас все после нашей программы ломануться, переезжать в Москву. Послушал вас. Ну, так мы наоборот, больше не меньше. Пользуясь, ну да, то, что мы уже приближаемся к концу, то есть, вот реально у Кишинева есть сейчас вот на 5 лет возможность с помощью нашего проекта, который внедряется в ProON, вот сделать этот первый шаг и использовать все новейшие, лучшие технологии. И опять же, мы не должны идти впереди планеты вся и брать все технологии во всем мире. То есть, мы должны определить точно, где мы находимся, сделать всю эту аналитику, что нам реально нужно. Потому что нейронная сеть, мы недавно смотрели Альфа-Зеро, это программа, которая выиграла самой развитой программы в шахматы. То есть, за полдня она там выучила все и победила. То есть, вот мы поэтому и сделали это, пригласили Эльдара из Москвы, чтобы нам объяснил не только нам, но и муниципальный совет, что это нужно, что это работает и за это будущее. То есть, и вот мы и наш проект именно этим будет заниматься. в ближайшие годы. И, конечно, нам нужна поддержка и понимание. И не только, потому что я уверен, что нас горожане поддержат, но и из точки зрения муниципального совета, конечно. Но я наблюдал за тем, как проходили, но не вся эта встреча, но за тем, то есть, за интересом, который проявлялся к этой встрече. И видел я общественники, и видел живой интерес муниципальных советников, кстати. К сожалению, не всех. Да, к сожалению, не всех, но тем не менее. Я в продолжении то, что сказали. Есть, на самом деле, проекты, когда они не поддерживаются или тяжело это с точки зрения бюрократии провести через муниципальный совет. Есть, например, такой, на самом деле, я могу сказать, что это наша гордость, этот проект. Был такой, когда-то при премарии, премарии был проект, который назывался сайт AlerteMD, то есть, там вы могли сообщить о всех проблемах, которые у вас есть, там не горит лампочка, да, там с 2011 года, да, то есть, когда-то это было, это работало ровно там 2-3 месяца, потом это работать перестало. Так вышло, не хотели, вот с 2015 года, перестали заходить, другие сайты появились. С 2015 года мы ввели наша фракция, у нас есть сайт Petitia.md, там, где любой гражданин, любой житель Кишинева может обратиться, описать свою проблему, проблема сразу же поступает по направлениям к определенному советнику, и советник уже и видно, кому она поступает, и человек уже находится в контакте с этим человеком, и они вместе пытаются решить, прикрепить документы, ответить через сайт, то есть между ними идет какой-то фидбэк у них и общение, и только тогда люди понимают, что они действительно важны этому городу. Вот так, на мой взгляд, нужно каждый день общаться с горожанами, только тогда у нас есть возможность чего-то от них услышать, что действительно они хотят, а не то, что им навязывают. Спасибо вам за этот разговор. Я думаю, что вот та легкость, которую она проходила, она в принципе продиктована тем, что всегда хочется мечтать и мечтать с легкостью, потому что, ну, мечты не всегда очень легкие, они нас не обременяют. Другое дело, что эти наши мечты об умном городе обременяют те, кто, как правило, это воспринимает с определенным предубеждением, негативом, каким-то, воспринимают, как бы, воспринимают это все в качестве атаки на собственные интересы. Мне кажется, что это легко принять, принять возможность жить в современном умном городе, который, в общем-то, развивается вместе с вами, а потом в итоге еще обогнав развитие, благодаря, допустим, искусственному интеллекту, который будет напоминать нам о дне рождения, как о своем, своих детей, и что немаловажно для нас, мужчин, когда будет напоминать нам, что вот у супруги скоро день рождения, и надо бы позаботиться о подарке. Годовщина с вами. Да, такому городу цены не будет. Я представляю, как будет увеличиваться народонаселение. Спасибо вам за то, что мы сегодня с вами, ну, не знаю, подарили, наверное, какую-то мечту нашим кишиневцам и надежду на то, что все может измениться. Главное, взяться все вместе и попытаться это сделать. И тогда, действительно, будем жить в умном городе, смарт-сити Кишинелл. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо вам, спасибо. А закончить хочется так. Урбанист Боин Коэн предсказывает появление умных городов 2.0. Это будет не просто города с высокотехнологичной инфраструктурой, устойчивой экологией и автономным транспортом. Это будут настоящие живые организмы и даже разумные существа, которые будут учиться и развиваться в зависимости от потребностей их обитателей. Вы скажете фантастика? Не думаю. Будущее рядом с нами. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в студии побывали руководители смарт-сити лаборатории при правительстве Москвы Эльдар Тузмахаметов, Семен Берзой, координатор проекта «Бизнес-развитие. Зеленый город» и Кишиневский муниципальный советник от партии социалистов Никита Цуркан. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин